Все помнят беззаботную попрыгунью стрекозу из басни Крылова. Эти хрупкие создания с огромными глазами кажутся совершенно безобидными. А так ли это на самом деле? Зенун приоткроет вам дверь в мир стрекозы. Вашему вниманию представляем интересные факты стрекоза. Универсальное зрение. Итак, заглянем в зеркало души этого создания природы, то есть в глаза. А глазки у стрекозы можно сказать умопомрачительны. Вернее в этом фасеточном органе зрения собралось до 30 тысяч маленьких самостоятельных глазков. Верхние глазки отвечают за черно-белое зрение, а с помощью нижних эта красотка различает цвета. Глазки охватывают 360 градусов. И хотя от природы стрекоза абсолютно глуха, да и ее обоняние не на высоте, уникальный зрительный аппарат дает ей огромное преимущество в охоте. Заметим еще, что голова стрекозы способна поворачиваться в любую сторону, подобно шарниру. Смертельная охватка и отменный аппетит. Подобное утверждение без преувеличения подходит стрекозу. Их зубчатые челюсти так мощно впиваются в жертву, что способны превратить в гре любую муху. Учитывая то, что миловидная стрекоза обладает поистине зверским аппетитом, такой мощный челюстной аппарат подходит как нельзя кстати. Невероятно, но эта малышка способна слопать 40 мух за день. Реактивные летуны. Именно это создание природы, а вернее форма его крыльев, подсказала человеку идею благополучного полета реактивного самолета. Каждая пара крыльев стрекозы движется самостоятельно, однако на удивление слажена. Глядя на полет стрекозы, можно подумать, что этой красотке совершенно плевать на законы гравитации. Зависание в воздухе, полет вперед, назад и боком, мгновенная смена направления. Создать такой летательный аппарат до сих пор мечтают авиастроители мира. Эффективный и хитрый охотник. Немного статистики. Лев ловит лишь каждую четвертую жертву, на которую он положил глаз. Акула чуть более проворна, ей удается полакомиться каждой второй потенциальной добычей. Удивитесь, но эффективность стрекозы во время охоты составляет 95%. И все это потому, что в отличие от больших свирепых хищников, которые заняты догонялками добычи, маленькая стрекоза во время охоты включает свои мозги. А они у крошки, по всей видимости, работают неплохо. Стрекоза определяет скорость движения приглянувшейся ей жертвы, просчитывает ее траекторию и, летя на перерез, встречает добычу распростертыми объятиями зубастых челюстей. Скорость полета стрекозы достигает 60 км в час. При этом стрекозы могут окружать свою добычу роем. Милашки-насильники. Да-да, так и только так стрекозы продолжают свой род. Никаких предварительных заигрываний. Увидел самку, схватил прямо в полете, очистил от семени предыдущего насильника и пустил свое. Далее самцу остается лишь надеяться, что очередной маньяк-собрат не сведет его попытку к продолжению рода к нулю таким же самым способом. Хотя некоторые самцы какого-то время оберегают оплодотворенную самку от сородичей. Это можно отнести к самому доброму проявлению чувств у этих милашек. Дети-монстры. Детки-стрекозы еще более хладнокровные машины для убийства, чем их родители. Личинки называются нимфами, развиваются в воде и являются отменными пловцами. Их способ охоты еще более поразителен. Малютка-нимфа стреляет свою жертву водой, выпрыскивая ее довольно мощной струей прямо из своего кишечника. Нимфа настоящий торпедоносец, не кружечная безобидная малютка. Интересный факт о стрекозах, не правда ли? А если представить, что каких-то 350 миллионов лет назад размах крыльев стрекозы достигал 90 сантиметров, наверное у каждого возникнет чувство благодарности матушке природе за то, что она уменьшила габариты этих монстров. Иначе бы жертвами стрекозы были бы не безобидные мухи и комары, а мы с вами. И кто бы из этой схватки вышел победителем, не оставляет никаких сомнений. На этом все, дорогие друзья. Оставайтесь с Zenon, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки. Вас ждут много интересных видео. До новых встреч!